Марии Степановне недавно исполнилось 94 года. Несмотря на возраст и болезни, женщина сама встречает гостей и очень рада их приходу. Самое главное, чтобы вы были здоровы, не болели и чтобы вас дети любили, почитали. Поздравляю вас, примите от нас подарочек. Мария Воронина в годы войны была зенитчицей. В свои 19 лет вместе с другими девушками попала в самое пекло войны. У нас столы нагревались до красна. Вот плюнешь на ствол и вода кипит. Некоторые пушки даже столы заменяли. Мы стреляли и было очень страшно. И мы освободили Орёл в Курск, в Курск-Орловскую дугу. Мария Степановна вспоминает, как ей перед наступлением на Орёл поручили отнести секретный пакет в полк, как запутала ночью в незнакомом месте, но с заданием справилась. До сих пор помнит и пароль, который нужно было сказать, и номер своей части. После войны её нашёл однополчанин, которому понравилась отважная девушка. Так родилась новая семья. Всю жизнь Мария Степановна прожила в труде, не боялась самой тяжёлой работы. И даже теперь, в преклонном возрасте, женщина не может сидеть без дела. Ей надо какую-то полезную работу, именно полезную. Чинить что-то. Она удивительный человек. Она хочет жить. Она оптимист. Вспоминать войну без слёз женщина не может. Слишком много горя и бесчеловечности ей пришлось повидать. Поэтому её самое главное пожелание всем людям – только мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова